Предполагаемый убийца соратника Басаева отправился в Германию как инженер происшествия МИР. 16.54.4 декабря 2019 года предполагаемый убийца соратника Басаева отправился в Германию как инженер. Архивное фото-фото. Предполагаемый убийца чеченского полевого командира Зелим Ханахан Гашвили получил визу как инженер. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Германии. В тексте сообщается, что убийство Хан Гашвили, который жил в Германии с именем Тарники, заказали либо государственные органы России, либо власти Чеченской Республики. Под подозрением оказался российский гражданин Вадим Ка, который для въезда использовал французскую визу на имя Вадима С. В заявлении на нее было указано место подтверждения работы на предприятии Заоруст с офисом в Санкт-Петербурге. Он якобы работал там инженером с 2017 года и получал зарплату в 80 тысяч рублей. С 10 апреля 2019 года данная компания находится в состоянии реорганизации, а в 2018 году у нее был только один сотрудник. Один из номеров Телефокса Заоруст связан с предприятием Оборонэнерго «Сбыт» и Оборонэнерго, которые относятся к Министерству обороны России. Ранее, установили личность подозреваемого в убийстве Хангашвили как россиянина Вадима Николаевича Красикова 1965 года рождения. По данным журналистов-расследователей, убийцу могут покрывать российские власти. В частности, данные о Красикове исчезли из интегрированного банка данных МВД. Кроме того, Москва не предоставила информацию о нем по запросу Германии. Отмечается, что ему также удалось получить поддельный загранпаспорт на фамилию Соколов и пройти границу без помощи влиятельных покровителей и он не смог бы уехать из страны, так как система автоматически соотносит данные от сканированного паспорта с системы Респаспорт, где Вадим Соколов не значится. Ранее в МИД ФРГ сообщили, что двое сотрудников посольства России будут высланы из столицы Германии. Дипломаты объявлены персонами Нонграда. Это произошло в связи с делом об убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангашвили в Берлине. Правоохранительные органы Германии считают, что у них достаточно фактических доказательств в причастности государственных органов России или Республики Чечня к убийству Хангашвили. Депутат Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что Москва зеркально ответит на решение Берлина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет к этому отношения. Представитель Кремля указал на беспочвенность обвинений Берлина. 23 августа в парке Берлина был убит выстрелом в голову гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангашвили, которого называли одним из приближенных к лидерам чеченских сепаратистов Аслану Масхадову и Шамилю Байсаеву. Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись. Обратная связь с отделом МИР. Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новости или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес. miratlantico.ru Предыстория. МИТ отреагировал на высылку российских дипломатов из Берлина.